Канал Интересные Факты приветствует вас. Спасибо, что вы зашли к нам, мы вас не разочаруем. Смотрите, узнавайте, удивляйтесь и заходите почаще. Женщина умерла от инфаркта, вызванного шоком после того, как она проснулась на своих собственных похоронах. Фагилья Мухамедзянова из Казани была ошибочно провозглашена мертвой докторами в июле 2012 года. 49-летняя женщина начала кричать от ужаса, когда поняла, что ее вот-вот похоронят. Ее срочно доставили обратно в больницу, где доктора констатировали смерть от сердечного приступа. Теперь ее муж подал в суд на больницу. «Я очень зол, и кто-то должен за это ответить. Она не была мертвой на тот момент, когда они сказали, что она была, и они могли бы ее спасти», – сказал он. Невеста, которая утонула во время своей брачной фотосессии. Будущая невеста разбилась насмерть, упав со скалы во время того, как она фотографировалась для своего свадебного альбома в конце августа 2012 года. Она упала со скалы в водопад, в то время как на ней все еще было надето свадебное платье. Ее тело было обнаружено спустя 4 часа после того, как она подскользнулась и упала со скалы в водопад Дарвин в городе Радонг, северу от Монреаля. Она сама выбрала это место для заднего плана своих свадебных фотографий. Женщина должна была выйти замуж через несколько дней. Двое свидетелей были госпитализированы и получили медицинскую помощь в нейтрализации шока. Человек был убит помощником шерифа прямо рядом с местом своего захоронения. 77-летний Дэвид Пендлтон, жена которого недавно умерла, находился на семейном участке захоронения, всего лишь в полуметре от своего собственного надгробия, на котором было выгравировано его имя и дата рождения. Когда полицейский нашел его, он был не в себе и сразу же направил заряженный пистолет на помощника шерифа. Офицер попытался убедить его опустить ружье, но он по-прежнему целился, поэтому он был смертельно ранен. Следователи до сих пор разбираются в этом деле. Подросток, который покончил жизнь самоубийством, бросившись к пираньям. По данным полиции, 18-летний боливиец выбрал странный и ужасный способ самоубийства. Пьяный подросток выпрыгнул из канои на участке реки, в которой кишат пираньи, и умер от потери крови после того, как перенес десятки укусов. Полиция считает, что смерть была самоубийством, потому что подросток был рыбаком и хорошо знал, что река кишила плотоядными рыбами. Ужасный выбор смерти. Человек, который умер от самовозгорания. Дэнни Ван Зант – это 65-летний мужчина, семья которого нашла его обугленное тело в их доме в феврале 2013 года. Он умер таким образом, который предполагает тот факт, что он самовозгорелся. Даже облитый бензином человек не обгорит настолько сильно, говорит свидетель. Ван Зант пил алкоголь и курил сигареты, но эти факторы не могли вызвать настолько сильный огонь, чтобы обуглилось все тело. Пол под 65-летним мужчиной не был поврежден и не было никаких признаков того, что для пожара был использован какой-либо катализатор. Вскрытие не дало ни малейшего представления о том, как начался пожар. Вот такая тайна. Женщина, которая умерла после того, как ей случайно сделали инъекцию супа. Ильдавит Ромасеэль из Рио-де-Жанейро умерла в сентябре 2012 года в возрасте 88 лет. Медсестра по ошибке ввела суп в трубку для внутривенного вливания, прикрепленную к правой руке женщины, вместо того, чтобы ввести его в ее зонт для искусственного кормления. Дочь Масеэль была рядом с ней во время инъекции и сказала, что ее мать начала корчиться в судорогах и высовывать язык после того, как ей в вену был введен суп. Она сказала, что она не видела свою мать в настолько плохом физическом состоянии, начиная с того момента, как она оказалась в больнице. Масеэль умерла всего через 12 часов после получения инъекции. Директор больницы признал ошибку, но не признал, что она привела к смерти пациентки. Судебно-медицинская экспертиза до сих пор расследует причину смерти. Змеиный пастор, который умер от укуса змеи. Мак Вулфорд, пятидесятник из Западной Вирджинии, которому только исполнилось 44 года, был укушен в бедро в мае 2012 года, когда он сел рядом с гремучей змеей во время службы под открытым небом в государственном парке. Его унесли в дом одного из его родственников, чтобы он смог оправиться. Однако, позже его в срочном порядке доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Вулфорд считал, что в соответствии с Библией, христиане должны брать ядовитых змей в руки, чтобы доказать свою веру в Бога, а также оставаться твердо уверенными в том, что змеи их не укусят. А если укусят, то укусы пройдут благодаря вере в Бога. Мужчина, который умер во время секса втроем, которым он занимался на стороне, в результате чего его семья получила 3 миллиона долларов. Вильм Мартинес умер в марте 2009 года во время секса с женщиной, которая не была его женой и с другим мужчиной. В июне 2012 года суд присудил семье Мартинеса 3 миллиона долларов за моральный ущерб из-за того, что его кардиолог не предупредил об опасности перенапряжения. Изначально они просили 5 миллионов, но суд решил, что Мартинес был сам виноват в своей смерти на 40%. Интересный факт. Мужчина, который застрелился во время инструктажа по безопасности в обращении с оружием. В марте 2013 года Брайан Джи Перри выстрелил себе в голову из пистолета во время курса по стрельбе, который проводился на местном стрелковом полигоне. Свидетелями его смерти стали более десятка человек, включая детей. Один из свидетелей сказал, что человек, который застрелился, выглядел одиноким и опустившимся. Во время части курса, проводившимся в закрытом помещении, он ни с кем не разговаривал, не поднимал руку и не задавал вопросов. До того, как он застрелился, его практически никто не замечал. Швед, который был убит собственной газонокосилкой. Мужчина, разменявший четвертый десяток, умер во время того, как он косил свой газон на юге Швеции. По-видимому, он косил траву на довольно крутом склоне. Мужчина, который упал с машины, попал под газонокосилку и был ужасно ранен ее лопастями. Его смерть занимает достойное место в списке странных смертей. Субтитры сделал DimaTorzok